Добрый день, дорогие друзья! Здравствуй, страна! С вами Юрий Бажан, столер, токарь по дереву, блогер, руководитель своей собственной токарной школы и столярной школы тоже, и автор книги «Современная столярная мастерская». Два слова буквально про книгу. Сегодня суббота, я вот снимаю это видео, а в понедельник мне книгу привезут наконец-то в мастерскую. И я вам могу сказать всем, братцы, что завтра, наверное, последний день, когда ее можно будет купить по цене 1250 рублей. С понедельника начинаем продавать по 1500. Ну и все, собственно говоря, про книгу. Сегодня разговариваем про точеные елочные шары. Я вообще это видео снимать не хотел. То есть я приготовил целую кучу фотографий, но эта куча фотографий пойдет, планировалось, вернее, что она пойдет в книгу, в будущую книгу мою. То есть я, видите, такое же, становлюсь писателем потихонечку. То есть будущая книга будет называться «Токарное искусство», и сейчас я готовлю для нее материал. Но тут меня просили люди, говорят, надо, в общем-то, хотим знать, как это все устроено. И я сниму это видео, и будет оно как слайд-шоу. То есть будет много фотографий, самого видеоряда не будет, извиняйте. Ну, надеюсь, что все мы все поймем. Итак, начинаем мы с чертежа. Вот он, чертеж моего будущего шара. Я вам рекомендую всегда готовить чертежи в натуральную величину. То есть, братцы, натуральная величина – это важно. Во-первых, будет вам понятно, как будет выглядеть ваше изделие. Во-вторых, четко все будет прорисовано, можно будет брать размеры прямо непосредственно с чертежа. И шар состоит, как вы видите, из раз, два, три, четыре, из пяти частей. Ну, на чертеже еще не показана пипочка сверху, за которую цепляется веревочка, и закрывашечка снизу, которая закрывает нижнюю дырочку. До них мы еще дойдем с вами. Я подумал и захотел, с чего я начал с этими елочными шарами. Я уже несколько лет хочу сделать серию елочных игрушек. такую крутую, модную, дорогую, и ее дорого очень продать. Ну, вот я думаю, что получится, потому что эти два шара шли сразу же в лед. Делал я три шара, один у меня развалился, но про это чуть-чуть попозже. Вот. И основой все-таки будет сапели у меня, потому что сапели у меня сейчас много. Ученики часто делают столы со вставками из сапели, и сапели в мастерской сейчас достаточно много. Сапельную вставку я решил сделать из чего-нибудь другого. Вот тут я сделал немножко ошибочку, что ли, можно сказать. То есть я поставил в центр одного шара подук и палисандро Сантос. А он по контрасту с сапели не ахти, так скажем. И нужно будет, в общем-то, делать для них другой, что ли, шар, то есть другую породу дерева брать. Вообще с породами дерева все очень интересно. И вот в комментариях к стриму, который был вчера у меня, там какой-то парень пишет, надо было делать из стабилизированного дерева, наверное, вообще было бы круто там и так далее. Я вот, если честно, не понимаю стабилизированного дерева. Вообще не понимаю стабилизированного дерева. Что там в нем может быть круто, не знаю. То есть, на мой взгляд, вот работа с разными породами и попытка их комбинировать между собой, она очень интересна сама по себе. Ну да ладно, продолжаем про шары. Итак, для того, чтобы сэкономить материал, я решил делать самый большой сегмент и самый сложный. Вот смотрим мы на чертеж, да? Не простым классическим, так скажем, сегментным рядом, а сложным сегментом. То есть, этот сложный сегмент что из себя представляет? Он выглядит как трапеция. В верхней части он шире, в нижней части он уже. Все размеры на чертеже вы можете посмотреть. И вот, чтобы наделать такой сегмент, мне пришлось, в общем-то, постараться. Есть у меня на канале видео, буквально недавно оно прошло, про то, как, собственно говоря, работает приспособление для запила такого сегмента. И сейчас мы немножко поподробнее, я вам про сегмент сам расскажу. То есть, сначала что мы делаем? Сначала мы на пильном столе опускаем диск на 15 градусов. И начинаем запиливаться. То есть, мне повезло, у меня палка сапелью была ровно такой толщины, чтобы мне хватило ее на две, так скажем, на два кусочка. Вот. Запилился с одной стороны на 15 градусов. Потом повернул диск на торцовке на 6 градусов, чтобы попасть... Ну, то есть, общий угол вот этого сегмента у меня получился 12 градусов. И я повернул на 6 градусов свою торцовочную пилу и нарезал кусочки, из которых потом получились вот эти вот мои будущие сегменты. Затем каждый из этих кусочков мне пришлось установить в свое приспособление для запила. Приспособление, кстати, меня не очень порадовало, потому что вот один пружинный прижим держит его недостаточно хорошо. И все мои беды, собственно говоря, которые были связаны с этим вот сложным сегментом, от этого как раз и произошли. То есть, от того, что его немножечко качало. Нужно ставить два прижима, а там у меня диск не пролезает. В общем, тут надо еще подумать, как вот это правильно сделать. Вот. И что там потом мы начали делать? Потом я все это запилил и начал их собирать. То есть, по классике он должен был бы собраться сразу, вот этот вот сложный сегмент в такую конструкцию трапециевидной формы, так скажем, да, то есть круглую трапецию. Вот. А он за разу не собирался, и мне пришлось собирать его кусочками. То есть, я начал собирать по два сначала сегментика, потом, да, кстати, забыл совсем вам сказать, что между сегментами из сапели я положил еще кусочки шпона ясеня. Я сначала гробился и резал эти кусочки как положено, там, резаками. Потом, плюнул, резал ножницами. Ножницами режется намного быстрее, намного лучше получается. Итак, сначала парами. Из пар четверки, из четверок шестерки. И эти шестерки уже между собой соединял, скажем так, подгоняя их на шлифовальном станке. Я делал сразу три шара, то есть, у меня было шесть таких вот трапециевидных сегментов. Каждый из них я делал по-разному. То есть, сначала я делал из шести кусочков половинки, потом я стал делать из четырех. То есть, три раза по четыре подгоняются лучше, чем два раза по шесть. Но, тем не менее, все равно они кривоватые получились. И из-за этого один шар у меня запоролся. То есть, тут надо будет еще поработать. И вот, несмотря на то, что вот такой сложный сегмент дает приличную очень экономию материала, вот вся эта экономия съедается временем, которое тратится на запил вот этих сегментов. То есть, если делать с обычным классическим сегментным рядом, с сегментным кругом, которым я обычно делаю, там с двенадцать сегментов, получится быстрее, точнее и надежнее. Но, в общем-то, тут над технологией просто нужно поработать. Ну и что? Вот получилась у нас вот эта вот трапециевидная сегментная конструкция. Зажимаем ее в патрон станка и протачиваем краешек у нее. Протачиваем краешек. В принципе, можно рейером точить, можно любимым моим ноготком точить. Я его люблю, этот ноготок. И, в общем-то, и тот, и тот резец дает, в принципе, одинаковую картину. То есть, все получается как бы одинаково хорошо. И затем мы прикрепляем к нему обычный мой сегментик. Я его собирал из шести сегментов, не из двенадцати, как обычно. И он предварительно проточен для того, чтобы станок его захватил. Вот. Прикрепляем его, приклеиваем. И после этого, как бы, после того, как он приклеится, переворачиваем, зажимаем уже за маленький сегментик. И начинаем протачивать лицевую сторону. Протачивается тоже хорошо, быстро достаточно. И получается уже у нас готовая конструкция из двух сегментов, которая образует, как бы, нижний ряд нашего шара. Ну, я их делал сразу шесть штук. То есть, быстро-быстро-быстро, друг за другом. Получается достаточно быстро. То есть, если бы, например, тащить по одному, то, конечно, это геморрой и долго. А вот, когда ты точишь сразу шесть, то, в принципе, достаточно быстро все получается. Протачиваем вторую часть, как бы, вот этой конструкции. И прикрепляем к ней центральную вставку. Я делал три шара. Первая вставка была из сапеля. Вот он как раз развалился. Вторая вставка была из зебрана на втором шаре. И на третьем шаре это был подуг и Палисандр Сантос. После того, как мы ее прикрепили, протачиваем ее внутри. Протачиваем внутри, догоняем внутренний диаметр. Но забыл я вам совсем сказать, что когда мы переворачиваем нашу заготовку, мы сразу же протачиваем внутри нашего будущего шара. То есть протачиваем внутри, и я сделал шаблончик, который позволяет мне четко поймать диаметр. Вот по этому шаблону я и ловил внутренний диаметр шара. Проточили, и вот после этого только мы уже приклеиваем центральную вставку. Приклеили центральную вставку, проточили ее изнутри. И закрываем ее с другой стороны такой же конструкцией из двух сегментов. Из обычного и трапеции образного. И уже получается у нас что-то похожее на наш будущий шар. После этого мы начинаем его точить. Точно сначала самый большой диаметр, 100 мм, мои шары проточили. И так же, как в видео проточение шаров, начинаем его размечать. То есть размечаются касательные линии, которые проходят по касательной поверхности шара. Если кто-то не смотрел это видео, и у кого-то возникают вопросы, то надо его внимательно посмотреть. И вот здесь как раз на фотографиях хорошо видны эти линии. Линии, 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 линии. Вот между ними мы соединяем, между этими линиями проводим касательные, которые касаются нашего будущего шара. И затем, затем мы переворачиваем всю конструкцию. И эту всю конструкцию, чтобы закрепить снова на станке и дать ей какое-то вращение, нам приходится сделать такой зажим. Даже не то, что зажим, и не зажим, и не патрон. А берем просто болвашечку такую дубовую и вытачиваем в ней, так скажем, как он называется-то, господи, ты боже мой. Шипчик. Шип, круглый шип, диаметром 7 мм. И вот на этот круглый шип все это дело надеваем. Надеваем и поджимаем с обратной стороны вращающимися центром. В принципе, вот такой конструкции вполне достаточно, чтобы передать вращение на этот шар. Шар тонкий очень получается. Прям тонюсенький. И вот в том шаре, который у меня развалился, у меня получилось замерить толщину стенки. Вот толщина стенки 2,1 мм. То есть 2 мм толщина стенки вот этого шара. Он очень легкий. И вот после того, как мы уже все это установили, установили, мы протачиваем вторую половинку нашего шара. Также запросто она протачивается. И в конце уже получается наша цельная форма. Форма нашего шарика. Что нам остается сделать? Нам остается ее только отшлифовать. Мы ее шлифуем. И получаем практически идеальный шар. После этого я покрыл его лаком. В два слоя я крыл заровским полиуретаном. Очень мне понравилось, как здесь полиуретан отработал. То есть полиуретановый лак, он тоже немножко желтит древесину. То есть желтит и подчеркивает ее рисунок, ее структуру. То есть так же, как и масло. Но зато он еще и блестит. И вот они блестят, как прям настоящие елочные игрушки. Красивые, зараза, получились. Прям привет. Но как бы они красивые на первый взгляд. Мне кажется, что надо еще дополнительно дорабатывать их. Дорабатывать, дорабатывать, дорабатывать. И вот сейчас я придумал новую форму. Даже не то, что новую форму, а новый состав такого шара. И вот этот шар я обязательно сделаю. И покажу его вам на видео. А на этих вот таких торжественных нотках я с вами прощаюсь. Извиняйте, что если что-то кто-то не понял. То есть посмотрите еще раз внимательно на чертежи. Там, в принципе, по этому чертежу все должно быть вам понятно. Все, наверное, до свидания. С вами был Юрий Бажан. Читайте мою книгу. Приезжайте ко мне учиться. У меня всегда все весело и хорошо. Всего хорошего. До свидания, страна.